а денек сегодня офигенский с утра мороз был градусов 15 а сейчас вот чуть потеплело и без ветра и без снега потому что вчера позавчера снегопадище был прям жуть просто вон смотрите сколько это вот за один раз все насыпало дальше он даже чистить не стал но уже не хватило поэтому вчера дома все разгребал а сегодня с утра здесь вот ну и в общем то мы продолжаем продолжаем электрику в полу соответственно здесь вот у нас будет ящик входящий с автоматами и дальше мы часть проводки уводим в пол это будут розетки теплые полы и розетки под конвекторы плюс вот сюда вот у нас тоже ушло под бойлер под греющие кабели и под освещение тут будет такая небольшая кухонная зона освещение здесь кинул снизу потому что ну путь короче соответственно и проводов меньше и металл рукава меньше потому что вести вот вот так вот и потом опускаться вниз она выйдет длиннее поэтому но его нафиг и остальное освещение которое у нас будет здесь она пойдет все через потолок поэтому это будем делать потом перед тем как закрывать стены а сейчас у нас как бы такой вот этап это все что касается пола чтобы пол весь заделать потом воду доделаем и можно будет утеплять и накрывать фанерой соответственно обязательно кабель потому что горючее помещение и по горючему основанию в том числе поэтому обязательно кабель обязательно в металл рукаве можно гофрированные трубки металлические использовать они конечно ну получше потому что там толщина стенки побольше но они дороже несравнимо плюс там переходные муфты и так далее и понеслось а с металл рукавом но в общем то гораздо проще плюс он у нас будет внутри утеплителя утеплитель не горючий это как бы дополнительная пожаробезопасность и металл рукав у нас пвх изоляции это тоже большой плюс почему во первых ну при монтаже да не надо его заземлять потому что металл рукав пвх изоляции заземление не требует а если бы он был без пвх изоляции то мы обязаны были бы его заземлить и плюс пвх изоляции она хотя и не не горючая но за счет вот вот этой вот как был что вот весь этот шланг закрыт пластиком он не дает подсос воздуха и поэтому огонь без воздуха гореть не может даже теоретически поэтому а чем меньше вот доступ воздуха мы туда даем тем лучше и пожаробезопаснее поэтому в общем то но вот он конечно дороже но все равно как бы тут вот как бы каждый заказчик думает решает сам чё лучше как бы немножко чуть подстраховаться или как бы сэкономить денег поэтому в общем то все зависит от заказчика потому что ну ни на что другое это больше вообще не влияет заземлить это там две секунды работы поэтому тут даже и в общем то и морочиться не надо и соответственно кое-где у нас будут распаечные коробки тут вот на свет у нас разошлось здесь вот а то вот на розетку здесь вот тоже вот там вот вот там и вот там две и всего внизу у нас больше коробок не будет все остальные будут только в потолке и то есть тоже будет немного потому что я сначала когда вот материалы все считали я что-то думал сделать так а потом по месту и написал сколько коробок надо покупать а потом уже когда по месту что-то начал тут уже шланги все эти раскидывать решил что а лучше сделать и так и поэтому в общем то коробки у нас останутся ну и хрен бы с ним потому что в общем то это не те деньги о которых общем то можно прям так катастрофически жалеть соответственно на розетки на конвекторы на теплые полы у нас идет кабель обязательно кабель не пробовать ни в коем случае а три на два с половиной и на каждый будет 16 автомат а на свет у нас идет полторашка потому что тоньше как кабель купить очень проблематично и в последнее время вообще ну не найдешь его днем с огнем поэтому берем самый тонкий кабель который только можем купить и это у нас получается полторашка но тоньше уже не невозможно сейчас на рынке найти это у нас будет свет и плюс нагреющие кабели тоже пустил полторашку потому что там нагрузка вообще копеечная и полторашка вполне себе выдержит и нормативно не требуется к ним тянуть два с половиной вот к теплым полам надо тянуть обязательно два с половиной независимо от того какой мощности будет пол даже если у вас там 400 ватт все равно надо тянуть два с половиной не знаю почему и чем это обосновано но как бы такие требования поэтому требования естественно выполняем соответственно вошли в коробку плотненько вошли чтобы там можно ставить муфту но опять же на мой взгляд это лишний перерасход денег она тут ну как мне кажется ни к чему и вот конусным сверлом ступенчатым прям нужный диаметр просверлил и металл рукав туда прям завернул все он прям герметично очень плотно и не кондыбается там ничего и всего туда вошли соответственно зачистились жилки раскинули и я делаю скрутку а потом гильзовку почему потому что ну есть как бы три варианта всего лишь соединение провода вне обслуживаемой коробки так как мы ее закроем полом то это соединение у нас не обслуживаемая соответственно у нас по нормативу мы имеем право использовать лишь только три типа соединения первый это пайка второй это сварка третий это гильзовка мне гильзовка как бы я считаю что это самый лучший вариант из всех трех поэтому я гильзую и перед гильзовка я еще и скручиваю почему потому что опять же вот у меня на все есть почему потому что это не просто как бы вот я огульно так придумал или решил а потому что я подумал и из нескольких вариантов выбрал на мой взгляд самый оптимальный почему скрутка потому что когда мы скручиваем мы увеличиваем площадь контакта жилы с жилой а это в данном случае для соединения провода это огромный плюс и соответственно дальше одеваем гильзу по размеру если ну там как бы воздух есть то можно еще одну и там или две жилки вставить но лучше конечно гильзы подбирать четко по размеру поэтому вот обычно но я когда смету составляю то я примерно прикидываю какие соединения у меня будут и сразу заказчику пишу что там гильза такого-то диаметра но гильза gml гильза медная лужоная как бы это стандарт гмлп можно но в общем то тут вообще мне кажется без разницы я не делаю стык в стык потому что гильзовка модуль подразумевать второй вариант когда гильза а в нее с двух сторон входит провод стык в стык на мой взгляд это соединение гораздо хуже она их липче и а когда вот скручена и на нее надета гильза да как презерватив это гораздо надежнее и лучше и дальше обжимаю обжимаю не прессом а вот такими вот плоскогубчиками вот такие бланишки и когда обжимаю вставляю вот прямо сюда вот прям близко близко вот прям вот тут и получается за счет большого рычага а тут рычаг практически нулевой давление тут просто охрененное то есть это ну даже даже гораздо больше чем вот ручной обычный пресс поэтому вполне себе нормально она обжимает и в общем то вот получается такое нормативное качественно хорошее соединение и дальше термоусадка ну термоусадки я сажаю две почему потому что одна она ну как то вот очень хлипко на мой взгляд она конечно нормативно прокатит но на всякий случай не это опять же не те деньги там маленькие хвостики одну термоусадку осадил потом феном обязательно никаких зажигалок зажигалка ни в коем случае не надо только феном и потом вторую тоже осадил и обязательно хвостики заплющиваем то есть вот мы ее надели феном со всех сторон не не с одной стороны а хотя бы с двух сторон прогрели чтоб она полностью прогрелась и полностью уселась вот она поэтому и называется термоусадка что при температуре большой она усаживается обычно у нее коэффициент усадки один к трем этого вполне достаточно опять же нужного диаметра подбираем и обязательно клеевая потому что вот она уселась и клей заполнил все щелки и плюс хвостик и за счет этого у нас соединение получилось абсолютно герметичным это вот нам и нужно и хвостик обязательно плоскогубчиками заплющили чтобы прямо клей вышел только тогда можно сказать что соединение сделано качественно и заизолировано качественно ну и в общем то вот такая вот у нас красота в полах получилось там кое-где хвосты вышли это под розетки они останутся потом фанере отверстие прокрутим и их протянем и все в общем то с электрикой так что в полу у нас практически все закончено еще тут тоже как бы есть такой нюанс если как бы вы только первый раз строите покупайте хорошие кабели не надо экономить вот на этом ни в коем случае потому что подделок контрафакта и явного откровенного брака и говна на рынке 90 процентов это точно совершенно даже вот ну попасть на какую-то херню и потом плакаться из-за этого но она вам надо я думаю что конечно нет поэтому кабель покупаем хороший я вот обычно если меня спрашивают я советую но либо concord либо как и за это как бы два производителя ну которым можно доверять потому что качество проверено уже там десятилетиями а все остальное тут лотерея может так а может я так поэтому лучше конечно ну стремно вот с электрикой стремно и экономить и пытаться там купить что-то у кого-то где-то она типа как дешевле и то же самое вот кстати маркировка на кабеле должна быть обязательно то есть во первых должен быть указан производитель это совершенно точно потому что ну для нормального производителя это дополнительная реклама который естественно любой производитель будет пользоваться если не указан производитель всего это туфта пошли дальше и вот тоже у многих как бы срабатывает эффект вот он еще с перестройки пошел когда помните было типа тушные продукты питания и гостовские продукты питания вот это тоже надо забыть как архаизм потому что электрика это не продукты питания последний гост по кабельной продукции он такой общий очень он обязательно подразумевает что под ним должны быть четкие у каждого производителя свои т.у. поэтому если на кабеле написано т.у. и не написано госта вполне себе нормальный кабель если написан гост но не указано т.у. это левак идем дальше даже не раздумывая но может быть указан и гост и т.у. это вполне себе допустимо но первично здесь т.у. поэтому если вам сватают это типа гостовский кабель даже в следующий раз к этому продавцу и не приходите потому что это развод это вот просто развод лохов чистой воды так что вот как то так